Заседание началось с доклада заместителя прокурора города Дмитрия Фролова о том, какие меры принимаются к руководителям предприятий, где есть задолженность по зарплате. Это и административные взыскания, штрафы и дисквалификация. Затем Альмир Хабибрахимов, начальник управления социально-экономического развития, сообщил о мероприятиях, проведенных в рамках трудового форума. Также было проведено анкетирование абитуриентов на вопрос, мотивирующий фактор выбора профессий. По результатам анкетирования 63% абитуриентов указали фактор возможности устроиться на высокоплачиваемую работу. О положении дел на городских предприятиях говорила заместитель директора центра занятости Лариса Данилова. Сегодня руководители предприятий работают согласно пунктам соглашения, которые действуют до конца 2016 года. В настоящее время ведется работа по подготовке соглашения между представителями профсоюзных организаций, объединениями работодателей и администрацией города Дентровграда на 2017-2019 год. Марина Антуганова, Анжелика Боровинок. Наше время.